Сегодня Кировская городская дума приняла сразу несколько важных поправок в градостроительный кодекс. Кроме того, были увеличены штрафы за нарушение правил благоустройства. Обо всем по порядку Кирилл Альков. Видимо, темные времена, когда муниципальные объекты уходили с молотка за бесценок, навсегда уходят в прошлое. Власти города за здоровую конкуренцию, в том числе и в вопросах приобретения городской недвижимости. А любые спорные решения, которые могут вызвать общественный резонанс, теперь будут обсуждаться на общественных слушаниях с широким привлечением общественности. Яркий пример – ситуация в деревне Гнусино, где расположено предприятие по производству стройматериалов. Его руководитель вышел с инициативой выкупить близлежащую землю для расширения производства. Местные жители не стали выступать против сокращения санитарной зоны. Было принято совместное решение. Это совершенно не противоречит ни одной норме. Если санитарная норма соблюдается, то производственные предприятия, размещение в городе есть, вы прекрасно это знаете. Другое дело, что действительно нормы до населенных пунктов в деревне Гнусино должны быть соблюдены. В данном случае подтверждено уполномоченным органам Роспотребнадзором, что такая норма соблюдается. Кроме того, спецмонтаж пошел навстречу жителям. Сейчас там выстроил дорогу, и я, когда ездила на собрание в деревне Гнусино, жители бы очень довольны, прямо высказывали полную благодарность предприятию. Подавляющим большинством голосов депутаты одобрили поправки в Городостроительный кодекс, сделав особый акцент на открытости и доступности всех аукционов по приобретению муниципальной земли. Главное, чтобы действия предпринимателей не противоречили закону. Есть соответствующие надзорные службы, которые говорят о том, что где можно это делать, а где нельзя. Если здесь службы это разрешили, принято такое решение, я думаю, что вот здесь-то все сделано правильно. Сегодня же народные избранники приняли поправки о существенном увеличении штрафов за нарушение правил благоустройства. С такой инициативой вышли депутаты Заксобрания. В Гордуме идею поддержали. Предлагаемая редакция увеличивать данные штрафа в следующем размере. На граждан от 5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей. Кроме этого, было объявлено и о новом назначении. Должность заместителя главы администрации города теперь будет занимать депутат Алексей Лопаткин. Известно, что он будет курировать отрасль архитектуры и градостроительства. Кирилл Ольков, Денис Тружков, Вести, Кировская область.